Традиционный пятничный выпуск новостей уже на подходе. Не забываем влепить свой царский лайк для нашей лучшей мотивации и поделиться этим видео с друзьями. Это тоже значительно поможет каналу. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и мы начинаем. Студия Standing Stone Games объявила о выходе контентного обновления 24.2 для MMORPG The Lord of the Rings Online, с запуском которого на долину Андуина опустилась тьма. Гендерф нуждается в помощи отважных героев, чтобы защитить лесные народы от нависшей над их родиной опасности. Эта новая сюжетная линия станет прологом к дальнейшим приключениям, которые в будущем перенесутся в Имлад Маргул. А пока все путешественники, завершившие дела в самой долине Андуина, смогут отправиться в новую область – Гладденмер. Также в скором времени откроется для посетителей новое подземелье, а сами инстансы уже получили два дополнительных уровня сложности – Тир 4 и Тир 5, где герои повстречаются с новыми опасными противниками и найдут более ценную награду. Помимо этого, значительной переработке подвергся класс Кэптейн, а также были внесены различные исправления. В фэнтезийном мире MMORPG Neverwinter опять происходит событие, требующее немедленного вмешательства со стороны отважных героев. На орбите Тарила появился астероид, а в Подгоре опять неспокойно. Так началось восстание, о котором разработчики предупреждали в течение последнего месяца, и судьба всей вселенной вновь оказалась в руках Искателей Приключений. В этом крупном контентном обновлении пользователи смогут познакомиться с представителями новой расы – Гид, побывать на Звездном Причале и, конечно же, предотвратить очередной конец света, чем и предстоит заняться игрокам в рамках новой сюжетной линии. Кроме того, создатели обновили стартовый контент и PvP-систему, внесли изменения, затрагивающие настройку внешности персонажей, добавили новые испытания и многое другое. На данный момент принять участие в восстании могут только пользователи ПК, однако через полтора месяца, 1 октября, к нему присоединятся и обладатели консолей PlayStation 4 и Xbox One. В последнее время разработчики MMORPG Guild Wars 2 уделяли не так много внимания PvP-составляющей игры, как многим этого хотелось бы. Но с выходом последнего крупного апдейта ситуация несколько изменилась. В игре появился новый состязательный режим – Aurix Pan в формате 2 на 2. Игрокам предстоит сражаться друг с другом на протяжении трех раундов. Но не все так просто. Спустя 2 минуты после начала матча вы не сможете больше использовать навыки исцеления и невидимости, а на карте начнут появляться зоны, попав в которые ваш персонаж будет получать урон. Кроме Aurix Pan разработчики также добавили набор оружия Mist Lords в качестве награды за участие в PvP-сражениях. Приобрести его можно у Ascended Weapon League Vendor в локации Heart of the Mists или у Tournament Vendor. PvP стала не единственной вещью, которую затронуло обновление. Команда ArenaNet внесла также ряд исправлений некоторых фракталов и других аспектов Guild Wars 2. Отважных героев MMORPG The Elder Scrolls Online, путешествующих по землям Элсвейра и помогающих Каджитам решить их насущные проблемы, уже ждут новые приключения, которые стали доступны с выходом дополнения Scalebreaker, вошедшего в состав сезона Дракона. Главными новинками расширения являются два подземелья, получившие название Moon Grey Pain и Layer of Mars Lock. Пройдя их, пользователи смогут дальше продвинуться по сюжетной линии и узнать продолжение истории, связанной с древними драконами, вырвавшимися на свободу, а заодно и получить новую экипировку, которая станет хорошим подспорьем во время путешествия. Одновременно с DLC разработчики выпустили обновление 23, включающее ряд изменений, направленных на улучшение качества жизни. Например, появился мультикрафтинг, позволяющий производить сразу несколько предметов. На данный момент дополнение доступно лишь пользователям ПК, однако уже 27 августа навстречу приключениям смогут отправиться и обладатели консолей PlayStation 4 и Xbox One. Но уже по традиции мы продолжаем знакомить вас с тем, каким образом развивается корейская версия MMORPG Lineage 2 Classic, поэтому подготовили обзор, содержащий подробную информацию обо всех изменениях, внесенных разработчиками в игру на протяжении июля. Всего создателями было выпущено 5 обновлений, включающих различные нововведения и необходимые корректировки, подробности о которых можно найти по ссылке в описании к этому видео. Также продолжаем рассказывать о тех патчах, которые выходили на корейской версии MMORPG Lineage 2 Essence, и теперь пришло время рассмотреть следующую порцию обновлений, а именно тех, что были выпущены создателями в течение июля. В специальном обзоре вы найдете подробный перечень всех улучшений и корректировок, в том числе и описание крупных изменений в классовых умениях, поступивших в распоряжение пользователей в указанный период времени. Cloud Imperium Games работают не покладая рук над Star Citizen, и в новом видео разработчики показали грядущий контент, новые разновидности NPC и многое другое. В видео показаны новые концепты персонажей, которые должны увеличить разнообразие NPC. Появятся бармен и официанты, стюардессы и крутые охотники за наградой. Кроме того, был показан бану Defender, экипаж и просторный ангар. Несмотря на то, что летающие корабли приобретаются за кредиты, добываемые в игре, пользователи все равно продолжают вкладывать реальные деньги в игру, поддерживая проект. Но посмотреть последний крупный апдейт Alpha 3.6 можно, пройдя по ссылке в описании. Невзирая на сезон отпусков, команда CCP Games продолжает активно работать над развитием MMORPG EVE Online. Уже в ближайшем будущем игроков ждут довольно серьезные изменения, а пока разработчики выпустили очередной регулярный апдейт с различными исправлениями и незначительными улучшениями. В августовском обновлении они добавили непосредственно в игровой клиент наборы пользовательских фитов для кораблей, которые ранее были отобраны волонтерами из списка предложенного сообществом. Пока набор включает фиты базовых кораблей, но CCP обещает расширить список в будущем. Другая часть изменений была направлена на улучшение механики объявления официальных войн. В основном они исправляли недочеты, связанные с мирными периодами и некорректным завершением некоторых фаз. Совсем скоро игроки смогут пользоваться новыми типами имплантов. В рамках подготовки к их вводу разработчики переименовали существующий набор Слейф в Амулет. Апдейт также включает различные исправления, связанные с интерфейсом, графикой и другими аспектами игры. Полный список изменений доступен на нашем форуме. Благодаря многочисленным летним ивентам искатели приключений отдохнули от жары и насладились прохладой в Блэк Дезерт. Тех, кто хочет продолжить веселье, ждут новые удивительные возможности. На этой неделе игроки получат доступ к последней главе дневника приключений Игоря Бартелли, а время, проведенное в игре в рамках особого ивента, будет вознаграждено отличными предметами. И это еще не все. Благодаря новому ивенту игроки смогут получить сундук Оазиса за каждые 30 минут, проведенные в игре. В них можно найти весьма ценные предметы. С 15 по 21 августа игроки могут собрать до 6 сундуков в день. А проведя 240 минут в игре и объединив 3 сундука Оазиса, искатели приключений получат премиум сундук Оазиса и различные черные камни. Кроме того, компания Fairlab исповедала интересную новость. На данный момент у компании в разработке 4 проекта. Shadow Arena, фэнтезийная королевская битва. Project K, шутер, разрабатываемый под руководством Мина Ли, одного из создателей Counter-Strike. Project V, мобильное ММО. И Project CD, новое ММО-РПГ, ориентированное на консоли. Особый интерес, понятное дело, вызывает Project CD. По словам разработчиков, основана она на идеях и опыте, полученных во время работы над Black Desert. Но при этом имеет свою вселенную, рассчитанную на международный рынок. Работать она будет на новом движке Harden Engine и сильно отличаться геймплейно от традиционных ММО-РПГ, таких как BDO. Основной упор для новой игры делают на консоли, но не исключают одновременные выпуски на ПК. Дополнительную информацию можно почитать по ссылке в описании. Компания Blizzard официально опубликовала список игровых миров World of Warcraft Classic. 13 августа пользователи, оплатившие подписку или имеющие в запасе игровое время, смогли зарезервировать понравившиеся им имена, создав до трех персонажей World of Warcraft Classic на каждой активной учетной записи. Разумеется, прежде чем приступить к созданию персонажа, нужно было выбрать игровой мир. Всего было представлено 25 реалмов нескольких типов – PvP, обычный, ролевой и ролевой PvP, разделенных на три региональных группы. Правда, русскоязычных серверов из них оказалось только два. Также представители компании Blizzard отдельно указали, что на PvP-серверах все создаваемые персонажи должны принадлежать к одной фракции. Официальное открытие серверов World of Warcraft Classic состоится 27 августа. Мы тоже планируем отправиться в путешествие, поэтому хотим пригласить всех желающих присоединиться к приключению. При этом совершенно не важно, станете ли вы воином Орды или выступите на стороне Альянса, ведь у нас будет двухфракционная казуальная гильдия, в ряды которой сможет вступить каждый из отважных героев. Таким образом, мы получим два независимых состава под одним условным названием, что позволит не только дружно осваивать контент, но и проводить различные совместные мероприятия. В качестве игрового мира был выбран русскоязычный PvP-сервер Пламегор, а всю необходимую информацию вы сможете найти в специальной теме на форуме. Подробности в описании к этому видео. Также у нас на портале вы найдете материал от Арганаки, посвященный подробностям уже установленного обновления в MMORPG Lost Ark. В основном он сосредоточился вокруг исследования двух новых активностей и интересном функционале, который появился в игре. Конечно, кроме этого, обновление содержит правки, фиксы и балансировки способностей для 12 классов, включая два новых. Больше всего прошлись по классу демон, суммарно поменяв 10 способностей, переработав бонусы одной характеристики и так далее. Почитать материал можно, пройдя по ссылке в описании. И это все новости MMORPG на этой неделе. Не забываем поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гоха.ру, еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok